Так, ребяточки, распаковка. Случайно в кадре было не там. Надеюсь, Алиса, очередное пополнение. Та-дам! Станция Лайт. Алиса, у тебя пополнение? Алиса, шепотом не надо, я говорю громко. Я купил еще одну Алису. Алиса, громкость 6. Как ты относишься к тому, что купили еще одну Алису? Так, Алиса, как ты относишься к приобретению еще одной колонки Алиса? Очень хорошо отношусь. А вы как к этому относитесь? Нам это нравится. Вот так, ребятки, вы сможете болтать с электронными помощниками, если их приобретете. Еще одна колоночка. Такая вот, конкретно желтого птенчиковского цвета. Птенчиковского. Вот, так точнее. Нужно будет ее тоже подключить к нашему сообществу Алис. По-другому не знаю, как это назвать. И после этого вручить ее мелкому. Была у нас попытка жить с Марусей, но поняли, что все-таки Алиса чем-то цепляет. Чем? Не знаю. Потому что, например, Маруся, в отличие от Алисы, умеет рассказывать уточнения про новости. То есть, прочитав заголовки, в любой момент ты можешь сказать ей подробнее, и она тебе расскажет более подробно ту новость, которая до этого была озвучена. Алиса же этого не умеет. Но как-то Маруся этим не зацепила, и ребенок все равно говорил, что ему лучше Алису. Ну, ребенок попросил, мы сделали. А, не буду я пока даже этот блок питания втыкать. У меня есть другой. Здесь у нас будет опять, наверное, бонусики. Точно, наклеечки. Ну, это ребенку отдадим, если захочет, пусть клеит. Моя миссия сейчас ее подключить к нашему общему умному дому. Так, это мы убираем. Подаем на нее питалово. Надеюсь, моего питалово ей хватит. Питалово у меня умное. Дедушка. Тем временем, открываем умный дом с Алисой. Добавить. Устройство с Алисой. Разрешить. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри Яндекс. Станции Light и сейчас расскажу, как ее настроить. Сначала установите на телефон приложение дом с Алисой или обновите его до последней версии. Затем откройте приложение и скажите мне, Алиса, настрой колонку. Если что-то пойдет не так, вы всегда можете настроить колонку самостоятельно в приложении дом с Алисой. После настройки возвращайтесь. Поболтаем. Ну что, смотрим, как очередная Алиса присоединится к сообществу Алис нашего дома. Ваша колонка настроена. Осталось только обновить прошивку. Ну и пятиминутное ожидание. Для вас, наверное, это будет пауза. Ну а для меня все эти пять минут придется сидеть и ждать. Пауза. Пауза. Поздравляю, еще одна колонка настроена. Теперь музыку можно слушать сразу на всех устройствах. Включим что-нибудь зажигательно везде. Нет, спасибо. Ну что, ребята, кто не в курсе, у нее есть микрофон включить-выключить. Когда красная горит, значит микрофон отключен. Есть пауза, она же play. Есть громкость минус, громкость плюс. Это из сенсорных кнопок на ее панели. Четыре отверстия по периметру, это четыре микрофончика. Снизу выход колонок, ну или колонки, точнее, динамика. Его даже видно. Так, не так. Если приглядеться, то там видно динамик. Сейчас попробую сделать, чтобы вы его увидели. Где у меня динамик? Ой, фонарик. Во, чуть-чуть стало видно. Ну, короче, ладно. Сильно видно не получается. Ну, короче, звук идет именно отсюда. И звук довольно-таки неплохой, если вдуматься. А программа почему-то все еще думает, что колонка обновляется. Как-то интересно. Хрень какая-то. По-моему, она уже подключилась, мне так кажется. Да, она уже есть. Укажите комнату, только горит. Выберите дом активно. Теперь надо выбрать комнату. Ну, давайте детская. Надо только переименовать, наверное, эту детскую. А то ребенок обидится. Чего это он в детской живет? Надо дать название, наверное. Назовем у Никиты. Зачем это нужно? А мы можем, как по рации, с колонки на колонку передавать. Например, я этой говорю ее имя. После этого говорю, передай к Саше. Потом говорю сообщение. И в комнате у Саши колонка включается и говорит, вам передали. Далее диктует, что вы ей передали. Теперь у нас так же будет с Никитой. Все. Колоночка настроена. Иди ты лесом. Все у тебя настроено. Вот такие сбои меня прикалывают. Что программа может с легкостью думать, что ничего не настроилось. Хотя на самом деле все уже давно настроилось и работает. Вот она. Яндекс.Лайт у Никиты. Далее на этой колонке можно узнавать голос, можно знакомиться. Так, надо у другой Алисы отключить микрофон. Где ты тут отключаешься? Физически отключил микрофон. Начинаем знакомство. Привет. Чтобы начать знакомство, скажите, меня зовут Алиса. Только вместо Алиса должно быть ваше имя. Меня зовут Сергей. Сергей, если имя верное, скажите, что вы готовы. Если вы хотите, чтобы я обращалась к вам по-другому, скажите, меня зовут. И назовите другое имя. Я готов. Алиса, поставь будильник на семь часов. Отлично. Сейчас я попрошу вас повторить пять фраз. Постарайтесь говорить как обычно, будто общаетесь с другом. Лучше, чтобы на фоне ничего не шумело. Если что-то будет непонятно, скажите, Алиса, повтори. Скажите, Алиса, включи музыку. Алиса, включи музыку. Алиса, включи музыку. Алиса, поставь звуки природы. Мне очень приятно познакомиться с вами, Сергей. Теперь я буду понимать, когда со мной говорите именно вы, и включать именно вашу музыку. Надеюсь, этого не случится. Но если вы захотите прервать нашу дружбу, скажите, Алиса, забудь мой голос. Спасибо. Ну все, ребята, я думаю, вы поняли, что очередная колонка привязана к нашему умному дому. Все, кто захочет из наших членов семьи, смогут с легкостью с ней познакомиться. Так же, как я это сделал сейчас. Она после этого будет знать, узнавать и, можно сказать, обслуживать в плане музыки. То есть, когда человек говорит просто добавь музыку или поставь лайк, она будет записывать именно в его плейлист данную музыку. Ну и в остальном, напоминаю еще раз, для ее стопроцентной работы необходима все-таки подписка Яндекс.Плюс, какая у нас и есть. И она поддерживает очень большое количество устройств, колонок и всяких там управляющих модулей. Поэтому мы, наверное, в основном-то и пересели еще раз на Алису, удалив Марусю. Маруся будет где-нибудь в запасе, но Алисы преобладают в нашем доме. Всем спасибо, всем пакета. Ну и пойду отдавать ее новому владельцу. Никитка, она к тебе. Пока.